Два часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого новости в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Драка, газ, минирование. В Затоке борются за кресло секретаря поселкового совета. Напомню, предыдущего по подозрению в покушении на убийство взяли под стражу два дня назад. Накануне завязалась потасовка. Сейчас в Дании якобы забаррикадировались люди, а депутаты и местные жители перекрыли дорогу. На месте находится Наталья Сухова. Она прокомментирует ситуацию. Наташа, что там у вас происходит? Наталья? Наташа, как ситуация на данный момент? Наташа, вы слышите нас, Наташа? У нас некоторые проблемы со связью. Мы вернемся к этой теме немного позже. И к другим темам. Семеро задержанных и еще шестеро в больнице. Таковы итоги потасовки болельщиков. Нападение произошло перед матчем Луганской Зари и Стамбульского в Венербахче. На фана Фенербахче напали около пяти вечера. Турецкие болельщики отдыхали в ресторане на Дерибасовской. Украинские ультрас налетели на них с фаерами и дубинками, говорят в заведении. Разбросали, убежали. Драка была небольшая. Ну, заведение целое, работаем. Потому что все на улице. Семерых турков после погрома увезли в больницу. Остальные фанаты отправились на стадион под присмотром полиции и нацгвардии. На ходу они вооружались пряжками от ремней и прятали лица. Судя по сообщениям в пабликах украинских ультрас, в нападении на турецких болельщиков участвовали одесские и луганские фанаты. Семерых из них задержали. Фаны не остались в долгу и похитили у одного из полицейских форменную кепку. Шутник получил от патрульных дубинкой по голове. Задерживать парня копы не стали. Находится на 7-й Пересовской. Под поезд попадает по несколько человек. Почему пешеходы бегут через пути на красный сигнал семафора, играя со смертью, пытались выяснить наши корреспонденты. Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. Конный на станции Одесса-Пересов не исключение. Примечателен он тем, что, по словам дорожников, чуть ли не единственный в Украине оборудован двумя параллельными переходами – отдельно для транспорта, отдельно для пешеходов. Впрочем, безопаснее от этого он не стал. По нескольку раз в год здесь происходят трагедии. Большинство из-за обычной халатности и невнимательности прохожих. Если идет извещение на переезд, идут звонки и уже работает световая сигнализация, и шлагбаумы уже начинают закрываться, это уже говорит о том, уже люди должны принять меры к остановке и прекратить движение. Правда, здесь к навязчивому зуммеру относятся крайне легкомысленно. Перед приближающимся поездом через рельсы бегут взрослые и тащат за собой детей. А ведь это риск смертельный. Веночки на столбах вдоль путей – наглядная тому иллюстрация. Последняя жертва была буквально в прошлую пятницу. Пожилую женщину переехал поезд. Насмерть. Шла бабушка старенькая. Вышла на меня первую площадку. До этого дежурная подавалась свистки, она не реагировала. Она ее уже окрикнула. Женщина, идет поезд. Та повернулась, посмотрела на нее, повернулась и пошла. И попала прямо под поезд. Работник Одесской железной дороги Павел Беспалов уверен, культуру в пешеходах можно выработать только путем наказаний. Причем довольно жестких. Люди, когда им объясняешь, свистишь, говоришь, сигнализация работает. Люди, видно, этого им мало. Наверное, надо какие-то меры при штрафовании. Вот телесные повреждения у нас отменены, да? Хотя бы я на переездах бы, кстати, это бы может быть, ну нельзя. Это не по-человечески. Но наказывать людей штрафами материально. Уже есть готовый проект строительства здесь Виадука. Навесной эстакады, которая должна в разы увеличить пропускную способность дороги автомобильной и минимизировать травматизм среди пешеходов. Но на это, как всегда, пока нет денег. А сколько смертей на пешеходе будет до того, как ассигнование удастся выбить, знают только в небесной канцелярии. Сергей Бандур, Андрей Кульба, Седьмой канал. Догнал, схватил за волосы и угрожал ножом. Так один из жителей области пытался украсть у одесситки телефон. Это случилось сегодня ночью на улице Балковской. Оказалось, мужчина приехал в Одессу на заработки, но работу так и не нашел. Из-за того, что 3 дня уже голодный, на мобильный телефон как раз продал бы и хватило бы на 3 дня поесть. Да я там чисто гулял, и увидел, что одинокая девушка идет сама по себе с мобильным телефоном в руке. Думал, подойти к ней просто, напугать ей, забрать мобильный телефон. Подошел к ней, поймал ее за волосы, еле-еле выдрал мобильный телефон. Потом она начала кричать, и погнался мужчина какой-то, я его выкинул в сторону. Кого выкинул в сторону? Телефон. И убежал. И мы возвращаемся к теме потасовки в Затоке. Напомню, там в здании поселкового совета забаррикадировались люди. На месте находится Наталья Сухова, она прокомментирует ситуацию. Наташа, что на данный момент происходит? Здравствуйте. Я сейчас нахожусь в поселке Затока, возле местного поселкового совета. Ситуация здесь обстоит таким образом. Сегодня ночью, около часа ночи, неизвестные захватили здание поселкового совета. Закрылись внутри, и до сих пор не пускают вовнутрь секретаря Галину Барановскую, депутатов и вообще всех сотрудников поселкового совета. Полиция в данной ситуации бездействует, и в знак протеста местные жители перекрыли движение в надежде, что вышестоящая власть обратит внимание на эту проблему. Конец пробки из фуры и автомобилей уже даже не виден. Ну, пока это вся информация на данный момент. Екатерина. Спасибо за информацию. Напомню, это была Наталья Сухова. Она находится в Затоке, где вот уже второй день блокируют здание местного совета. Одесские полицейские ищут свидетелей ДТП. Водитель легковушки на улице Академика Королева сбил несовершеннолетнего, а после сбежал с места событий. Известные приметы машины – это Деолана зеленого цвета с характерными повреждениями кузова от удара об человека. 14 сентября около половины десятого утра на улице Академика Королева произошел наезд на 16-летнего молодого человека. Водитель автомобиля, совершивший наезд, с места происшествия скрылся. В данный момент разыскивается автомобиль Деолана зеленого цвета. Всех очевидцев происшествия, а также тех, кто знает о местонахождении автомобиля или водителя, просят обращаться по телефону 365-777. В Доме с Ангелом открылась фотовыставка «Мы все особенные» в поддержку детей с особенностями развития. Основной тезис выставки «Каждый ребенок должен быть услышанным». Детали у Марии Сапкаловой. Это фото-проект, который объединяет здоровых детей и ребят с диагнозами аутизм и синдром Дауна. Здесь, в Доме с Ангелом, представлены 33 работы. Детвора вместе не только на снимках. В жизни они тоже подружились. Подобные выставки – наглядный пример инклюзивного процесса творческого развития мальчишек и девчонок. Дети могут свободно общаться. Дети не замечают каких-либо особенностей в здоровье между собой. Дети открыты для общения. Я фотографировался с мальчиком по имени Ананда. Мы играли в шахматы и в шашки. На фотокартинах ребята разного возраста разбираются своими зверстниками интеллектуальные игры, рисуют и просто балуются. Фотографы-волонтеры уловили нотки душевного единства, которая сложилась между детьми. Места для съемок выбирали наиболее живописные – в городских кафе, дельфинарии и других. О проекте многие узнали из соцсетей. Это было здорово, это было весело. Вообще, мы за то, чтобы наши дети общались с обычными детьми. То есть, вначале я думала, как Настя примет эту девочку Леру, как Лера. Но, вы знаете, это все было так быстро. Первым делом, они когда встретились, Настя сразу обняла Леру, познакомилась, и они пошли. Благо, еще была собачка Ева, и вот они вдвоем. Ева была, да. Это было на одном дыхании. По-моему, получили удовольствие все. Родители рассказывают, что сыновья и дочки прежде всего нуждаются в том, чтобы их никогда не игнорировали. Бескорыстная забота и есть то самое обыкновенное чудо. Особому ребенку, какая бы ни была у него нозология, нужно принятие. Принятие со стороны своей семьи. То есть, родители должны принять своего ребенка, перестать его стесняться или не начинать его стесняться, не сравнивать его с другими детьми, не сравнивать его со здоровыми детьми. Художественную подборку можно будет увидеть еще в течение двух недель. Мария Сапкалова, Евгений Руденко, Седьмой канал. И пока на данном все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Больше информации в 16 часов. Оставайтесь седьмой.